Насколько корректным будет вопрос или насколько можно раскрывать информацию о том, какой размер активов под управлением в компании ALG Capital? Ну это большие суммы, это не десятки, это миллионов долларов, это существенно больше. С каких сумм вы начинаете обслуживать клиентов? Ну мы установили 5 миллионов минимум, порог входа. Ваш портфель личный, он состоит из столько ценных бумаг? Да, да, ну и плюс опционы. Вы для себя рассматриваете IPO как инвестиционный инструмент? Я слежу за этим, есть пара компаний, где бы я поучаствовал. Ваши отношения к так называемым SPAC компаниям? Я бы сказал так, SPAC по большому счету это просто raising capital. Увидел, что вы тоже апеллируете одному из наших известных людей Андрею Анистрату и его канал Бегущий Банкир. Если вот вспоминать Андрея Анистрата и вот то, о чем он, допустим, говорит, и он не уникален в этом плане, очень многие говорят о том, что это пузырь, это очень дорого и так далее, и так далее. В том числе в одном из ваших выпусков я видел, что вы апеллировали достаточно известному журналисту, человеку вот в украинской журналистской среде Дмитрию Гордон. Когда мы говорим, допустим, инвестиции в недвижимость, сдачу ее в аренду, как вот предлагает, вот и кому я панировал Дмитрий Гордон, которого я, кстати говоря, очень уважаю. Можете ли вы поделиться, ну, предположим, топ-3, топ-5 бумаг в вашем портфеле? Это Tesla, это Apple, это Google, это Amazon, это Edit, это CRISPR, я, ну, часто на самом деле эти компании называю Square. Друзья, добро пожаловать на YouTube-канал «Миллионер за 7 лет», на канал, где мы продолжаем нашу серию влогов о возможности создания капитала, эквивалентного 1 миллиону долларов в течение 7 лет. Сегодня у нас будет интересный выпуск интервью с Вячеславом Голиком, профессиональным инвестором и инвестиционным директором компании по управлению активами ALG Capital. Мы затронем интересные темы инвестиций в фондовый рынок и поговорим как о традиционных акциях, так и о других более хайповых инструментах, как IPO, SPAC или криптовалюты. Будет интересно, мы поговорим о том, на каком этапе находится сейчас или в какой фазе находится фондовый рынок, стоит ли инвестировать сейчас в фондовые инструменты. Поэтому я думаю, что вы для себя сможете подчеркнуть много полезной и прикладной информации. Поэтому оставайтесь с нами до конца, не забывайте про комментарии и, конечно же, лайки к сегодняшнему выпуску. Вячеслав, здравствуйте! У нас уже почти добрый вечер, у вас доброе утро. Я благодарен, что вы приняли наше приглашение, согласились на интервью. И я думаю, оно будет как никогда кстати, поскольку все ожидают же наконец-то этого десятилетнего падения или архи-коррекции или супер-кризиса, который мы не видели со времен Великой Депрессии. Ну и сегодня поговорим, собственно говоря, конечно, об инвестициях, о ценных бумагах, о фондовом рынке, стоит ли сейчас на него обращать внимание. Но перед тем, как мы подробно пройдемся, возможно, и по вашему портфелю и поделимся зрителями какими-то вашими инсайтами, немного бы хотел раскрыть и вас немного лично, ваш инвестиционный опыт, чтобы познакомить, чтобы восполнить и свои какие-то, возможно, пробелы и познакомить ближе с нашими зрителями. Поэтому первый вопрос будет, собственно, с того, первый вопрос о том, с чего вы начинали или как вы попали на фондовый рынок и когда это было? Да, всех приветствую и спасибо за возможность пообщаться. И что касается вопроса, то, ну, скажем так, я, это мой бэкграунд, он экономический, я получал образование специальное, ну, изучал экономику. В дальнейшем моя карьера была связана с аудитом, налогами и я работал в этой индустрии. А на фондовый рынок я, в принципе, я всегда на него обращал внимание. Когда жил в России, то я торговал на российском рынке, ну, если это можно так сказать, торговал. А потом просто сложилось так, что когда уже уехал в Америку, здесь, скажем так, сложились обстоятельства, что был капитал, серьезный капитал и свой. И когда я создавал фонд и начинал работу, то был большой интерес среди, скажем так, знакомых, которые также готовы были инвестировать. Ну, и так сложилось, что это все вылилось в создание фонда, которым я управляю и работаю. То есть изначально вы получали образование еще в России, я правильно понимаю? Да, я учился в Санкт-Петербургский госуниверситет экономики и финансов. Сейчас его как-то переименовали, ну, Финек его так называет. Это как бы базовое образование, а потом я уже учился в американских вузах. Различные программы я брал и такие длинные программы, как два с половиной года, либо отдельные программы, допустим, это там три месяца, шесть месяцев, которые связаны, допустим, с машинным обучением, либо искусственным интеллектом, либо с физикой или биологией. Я как бы брал еще такие программы для того, чтобы уже более глубоко какие-то вещи, которые интересуют как раз с точки зрения инвестиций, чтобы их можно было более глубоко понимать. То есть все-таки на фондовый рынок попали не случайно. Это целенаправленное действие, на которое вы обучались и, в принципе, дальше уже продолжили развиваться с практической точки зрения непосредственно в нем. Ну, не совсем так. Я бы сказал, что я всегда им интересовался, как просто наблюдал. И с точки зрения того образования, которое я получал, и просто интересно, как развивается экономика и роль фондового рынка в развитии экономики, она является ключевой. А так сложилось просто, когда зарабатывал какой-то капитал, то когда он становился существенной, то необходимо было им профессионально управлять. И, допустим, когда я работал с какими-то российскими инвестбанками, ну, типа открытия, например, то интересно было наблюдать, что они предлагают, как они работают по сравнению с тем, как бы я это делал. И, соответственно, у меня всегда параллельно было несколько брокерских счетов, где я управлял, допустим, самостоятельно, либо покупал какие-то продукты у российских, кстати, и украинских тоже банков. И, ну, и, скажем так, и потом в итоге это все вылилось к тому, что я понял, лучше это делать самостоятельно, я имею в виду управлять это. Потому что у меня есть такой же опыт работы, допустим, и с американскими инвестбанками. И вот есть возможность сравнивать, и поэтому я считаю, что это было бы эффективнее, если бы я этим занимался самостоятельно. Тогда, если вот у вас уже был какой-то, например, свой личный капитал, вы понимали, что есть какие-то продукты, ну, которые присутствуют вот в наших постсоветских странах, почему не пошли более проторенной дорожкой, не знаю, например, недвижимости, или что-то более привычное нашему рынку? Почему все-таки фокус внимания именно фондовый рынок? Ну, это основа инвестирования. Когда мы говорим, в принципе, про инвестиции, то мы всегда понимаем, что инвестировать можно в различные активы. Недвижимость, допустим, это один из. И когда я сравниваю недвижимость, допустим, с другими возможностями, оцениваю плюсы и минусы, то вот у меня на чашу весов плюсов фондовый рынок, он больше, поэтому это направление. Сегодня вы управляющий непосредственно в вашем фонде, где вы занимаете должность инвестиционного директора, поправьте меня, если я не прав. Вот непосредственно ваша работа в том числе связана, что вы лично формируете портфель для клиентов своей инвест-компании, либо это все-таки больше чисто управление самой компанией, но без формирования портфелей для клиентов? Нет, это непосредственно управление портфелем, составление, его ребалансировка и определение стратегии. Насколько корректным будет вопрос или насколько можно раскрывать информацию о том, какой размер активов под управлением в компании ALG Capital, где вы инвестиционный директор? Ну, это большие суммы, это не десятки, это миллионов долларов, это существенно больше, поэтому это был большой рост в прошлом году, поэтому так вот получилось существенно его нарастить, даже по сравнению с тем, что было два года назад. Но эта величина, она такая изменяющаяся, никто не знает, что произойдет завтра, поэтому примерно так. Если я как обладатель какого-то капитала, если я обращусь в вашу компанию, с каких сумм вы начинаете обслуживать клиентов, либо вот каким объемом капитала я должен обладать, чтобы мои активы были взяты под управление? Ну, мы установили 5 миллионов минимум порог входа, и обычно хедж-фонды берут от 500 тысяч долларов, это вот минимум, как хедж-фонды работают с клиентами. У нас порог большой, поэтому количество клиентов, оно небольшое, и цель фонда и стратегия фонда, она, скажем так, она очень сфокусирована на небольшом круге лиц, и, скажем так, это более, есть возможность более так индивидуально удовлетворять тем целям и задачам, которые есть и у клиентов, и у фонда. Сегодня в портфель инвестиционной компании, я так понимаю, входят только фондовые активы, это акции и облигации, правильно я понимаю? Да. Если мы говорим сейчас все-таки о фондовом рынке, и вот о всем том новостном фоне, который сопутствует фондовый рынок, о том, что мы очень быстро восстановились после коронакризиса, этому способствовали ряд стимулирующих средств со стороны государственных органов, в том числе Соединенных Штатов Америки, все так забоялись всего, что раз, и все воспряло духом, и быстро все вернулось на круги своя, но тем не менее, все равно все говорят о той переоценке, которая была еще присуща рынку на момент 2018 года. Сейчас, если мы говорим, что все равно ваш фокус внимания – это фондовые инструменты, вот фондовый рынок, для тех инвесторов, которые только задумываются о своем капитале, о формировании своего портфеля, стоит ли им сейчас, вот в этот текущий момент времени, вот в этот исторический момент, опять-таки обратить внимание, несмотря на кажущуюся перегретость, свой взгляд на фондовый рынок. Для того, чтобы начинать инвестировать, не имеет никакого значения, какая фаза экономического цикла перегретости или охлаждения. Здесь необходимо понимать, что… Здесь можно очень просто сказать, что в любой момент можно начинать инвестировать, и в том числе сейчас. Вопрос в том, что можно по-разному оценивать и говорить, перегрето или не перегрето. И в принципе любой инвестбанк или как это работает индустрия, многие работники, когда работают как обычный работник, они всегда платят на так называемые 401 планы, которые инвестируются. И безотносительно того, мы находимся в 2008, 2000, допустим, 1987 или 2018 или 2021, ты каждый месяц инвестируешь в соответствии с тем, как ты определяешь свои цели и задачи. Поэтому, мне кажется, нужно инвестировать безотносительно. Друзья, ну а перед тем, как продолжить, я напомню, что выпуск выходит при поддержке компании CloudFresh, премиум-партнере облачных решений от Google, Zendesk и Zoha. Команда CloudFresh обладает необходимой экспертизой по интеграции облачных решений для цифровой трансформации бизнеса. А в современных реалиях постоянно меняться и становиться лучше, в том числе с помощью облачных решений. Это обязательно условие для успеха. Рекомендую обратиться в компанию CloudFresh для получения консультации, а главное, бесплатного теста и настройки для вашей компании. Все подробности и ссылки я, как всегда, оставляю в описании к сегодняшнему выпуску. Обязательно переходите, пробуйте, а мы возвращаемся к нашему гостю. Все-таки могу сказать, как человек, который живет в Украине, что в целом или вот так вот масштабно доступен фондовый рынок, но стал доступен нам только сейчас. Этому способствует ряд и законодательных норм, и реформ, которые были проведены. Это все стало более проще, отменились обязательно индивидуальные лицензии. То есть сегодня, в принципе, каждый гражданин Украины может в целом почти свободно, в эквиваленте до 200 тысяч евро в год, выводить или инвестировать за рубеж уже сразу в долларах США в рамках так называемых электронных лимитов. И, конечно, сегодня много кто популяризирует этот вопрос, этот инвестиционный инструмент, поскольку для многих по-прежнему, скажу так, архаичных или консервативных, или более зрелых инвесторов, это что-то непонятно. Это где-то там за Атлантикой, это непонятно, кому принадлежит, это непонятно, где сохраняется, это непонятно, какая доходность. О пассивном заработке как дивиденды я вообще пока упущу, то есть эти моменты, в принципе, даже не допускаются. Поэтому, конечно, наверное, недвижимость остается для граждан Украины, Украины, живущих в Украине, одним из самых таких осязательных и понятных, очевидных инструментов. В том числе в одном из ваших выпусков я видел, что вы апеллировали достаточно известному журналисту, человеку вот в украинской журналистской среде, Дмитрий Гордон, который как раз рассказывал, что вот он инвестирует в недвижимость. И в принципе он использует метод, похожий на метод Роберта Киасаки, который тоже последний озвучил в своих книгах о том, что можно использовать кредитный рычаг для того, чтобы приобретать недвижимость, сдавать ее дороже, погашать ипотечные платежи и так наращивать свой капитал. Все-таки, если мы сегодня говорим о том, что у нас сменяется поколение, границы становятся более открытые, информация доступна массово, для гражданина Украины, который или любой другой постсоветской страны, который задумался о создании какого-то подлинного капитала, саккумулировал какой-то сумму средств, сфокусировать больше внимания на то, что видимо, осязаемо, на дистанции вытянутой руки, что можно самостоятельно контролировать, либо все-таки туда, к капиталистическому миру поближе, пусть и через океану, но более надежно и долгосрочно. Когда мы говорим про осознанный выбор, того, что нам кажется осязаемым и понятным, на самом деле это может быть не настолько осязаемо и понятно, с точки зрения того, что есть много факторов, которые нужно учитывать. Когда мы говорим, допустим, инвестиции в недвижимость, сдачу ее в аренду, как вот предлагает, вот и кому я оппонировал Дмитрий Гордон, которого я, кстати говоря, очень уважаю и, собственно говоря, и записал это в большей степени потому, что он человек очень известный, очень популярный, и его мнение на самом деле очень имеет большое значение. Поэтому вот это было связано с тем, что хотелось бы просто разобрать это. Необходимо учитывать такие факторы, как мы не можем сказать, какую доходность приносит сдача объекта в аренду, начиная с 91-го года, потому что у нас нет честной объективной статистики, которая была бы как на отдельно, допустим, брать Киев за конкретный период времени с учетом девальвации гривны, и у нас нет этого с 91-го года по всей стране. Невозможно посчитать точную доходность таким образом, чтобы мы учитывали все расходы, и мы понимали, какие это расходы связаны с эксплуатацией, какое количество простоев есть, и дисконтировать это, когда мы говорим про то, что такое, например, окей, мы можем зарабатывать 10% за вычетом всех расходов, условно говоря, в том числе процентов по кредиту, например. Но когда мы говорим про то, что такое справедливая стоимость, либо сколько мы реально зарабатываем, мы должны всегда понимать, а сколько у нас есть возможность зарабатывать, как это free rate, так называемое есть понятие, где безрисковая возможность заработать, и это должно вычитаться из этой доходности. Вот есть очень много факторов, которые, может быть, они на поверхности не лежат, но любой финансист, когда он оценивает доходность того или иного актива, он должен учитывать. Вот когда мы говорим вот так вот просто, окей, взял по 20% гривни и зарабатываешь 30% с учетом сдачи в аренду, и вроде ты как бы зарабатываешь 10%, это совсем не так. Если особенно правильно считать и налоги, и платить налоги, то это очень может быть сомнительно. Но когда мы говорим про альтернативу, когда у вас есть 100 лет истории, у вас есть компании типа ExxonMobil, они работают на рынке уже больше, чем 100 лет, и платят дивиденды больше, чем 100 лет. Это просто альтернатива. И условно говоря, 200 тысяч долларов или евро – это очень большая сумма, на которую можно купить несколько однокомнатных квартир. Вот учитывая, что там гарантированная такая, ну как относительно гарантированная, с учетом вот этого исторического опыта, возможность зарабатывать, сколько сейчас там, 7%, чуть более назад это было 10%, в виде дивидендов – это просто намного выгоднее и безопаснее. А принципиально здесь является то, что важно, чтобы люди деньги зарабатывали и не теряли. И особенно в Украине в том смысле, что очень много различных рисков, политических особенно рисков, да и экономических рисков. И особенно важно, чтобы люди, которые думают, и у них есть какие-то сбережения, чтобы они их точно не потеряли. И по возможности им нужно думать о том, чтобы когда им будет, допустим, 60 или после 60, чтобы вот то, что они в течение жизни откладывают, они могли какой-то сформировать капитал, и чтобы старость была относительно стабильная и предсказуемая. Вот все, что связано с недвижимостью, это крайне рискованно, вот по сравнению вот с той альтернативой, про которую я говорю. То есть, в принципе, недвижимость как таковую мы допускаем, и метод, озвученный, ну много раз непосредственно, Дмитрием Гордоном, если мы говорим, которого право имеет большой, наверное, медийный вес, и к которому прислушиваются, она имеет место быть. И возможно, это в любом случае лучше, чем ничего. Могу сказать, что мы где-то отчасти повторили его совет, и, например, на своем опыте попробовали такой эксперимент. Он, да, работает со своими сослагательными, но, безусловно, фондовый рынок – это в том числе то, на что мы сейчас активно держим свой взор. Но такой вопрос. Мы начали проект с 2018 года. Все конкретно в этот период времени неплохо было, все хорошо складывалось. В том числе появился такой интересный инструмент фондовый, как IPO, который ранее никогда не был доступен для граждан Украины. Могу сказать, что да, есть сегодня брокеры, которые предоставляют доступ к тем компаниям, которые только становятся публичными. И действительно можно было увидеть доходность по многим компаниям, ну, если не десятки, так буквально сотни процентов, буквально там за первые недели торгов. Сейчас, в том числе читая разные книги Уоррена Баффета, который считается инвестором всех инвесторов, о том, что когда IPO-рынок настолько активен, когда так много компаний выходит, когда каждая из них показывает такие нереальные результаты и в процентном, и в абсолютном значении, что это неминуемо все-таки ведет к краху. На сегодняшний день, спустя, вот после того, как прошли такие громкие IPO, как компания Zoom, да, вот платформа, которую мы используем, я не знаю, Airbnb, Uber, который когда вышел, правда, он не совсем успешно вышел, но тем не менее все-таки где-то отыгрался. Сейчас вот на рынок, если посмотреть IPO, стоит ли вот опять-таки в текущий момент рыночного цикла, если так можно сказать, обращать внимание, или это очень рисковый инструмент, тем более для новичков, и здесь лучше все-таки направить взгляд на какие-то более фундаментальные бумаги? Ну, давайте я сразу скажу о том, что IPO – это очень рискованно, и любой новичок, который рассматривает IPO, базируясь только на том, что последний 2020 год был очень выгодный, и на этом основании принимает решение, это абсолютно неправильно. Как минимум можно посмотреть на все IPO, допустим, с 2009 года, и сравнить доходность с IPO и S&P, то мы увидим, что было много периодов, когда S&P давал большую доходность, чем сделки от IPO и вложения в эти компании. Нужно это просто понимать, мы не можем брать вот последние два года и на основе их принимать решение. Брокеры, которые это предлагают, как правило, они сами выбирают, насколько я знаю, компании, которые они предлагают своим клиентам. Мне кажется, это даже в какой-то степени безответственно, поскольку, как правило, люди не понимают, в чем заключается бизнес компании, которая выходит на IPO. Они не понимают, как читать форму S1, которая описывает бизнес, бизнес-риски, рынок вообще, конкурентов, это очень сложно и рискованно, и фактически это такой очень рискованный шаг, более даже рискованный, наверное, чем просто покупка акций компаний, которые, допустим, уже сто лет на рынке, и есть какая-то информация. Ключевое, когда мы принимаем любое решение, это количество качественной информации, которая лежит в основе наших решений. Вот то, что касается IPO, вот этой информации намного меньше, чем это была бы уже публичная компания, которая имеет какой-то трек-рекордс, и мы можем сравнивать и принимать выгодное для инвестора решение. Вы для себя рассматриваете IPO как инвестиционный инструмент? Инвестируете в этот инструмент? Я слежу за этим. Есть пара компаний, где бы я поучаствовал, и именно потому, что я неплохо знаю рынок, конъюнктуру, есть определенный опыт, и компании, которые вот там собираются сейчас на IPO, и вот я рассматриваю для того, ну, вхождение, да. Все, что было до этого, несмотря вот на тот мощный рост, который был, например, мне всегда нравится Uber, но я не участвовал в Uber. Я предпочитаю всегда, чтобы у меня было больше информации. Даже если я вижу эти возможности, я должен посмотреть, как компания выйдет, как она поработает, какая будет цена, потому что очень важно понимать, здесь вот часто такой пример используют, когда мы говорим про оценку компании, если вот, условно говоря, гамбургер стоит 20 долларов, а он продается, или на IPO предлагается по 80 долларов, то зачем покупать по 80, цена чему 20, и рыночная цена, потому что все бургеры относительно вот такого же качества стоят 20. Вот нужно это всегда понимать и учитывать, когда мы выбираем. Поэтому надо быть аккуратным, и я вот предпочитаю иметь больше информации, лучше меньше заработать даже, и упустить какие-то возможности в ситуации, когда у тебя просто нет информации, ты не можешь гадать и принимать решения на этом основании. Если не секрет, к каким компаниям вы присматриваетесь, которые планируют выйти на IPO? Ну, я давайте одну из них назову. Это Oatly. Это компания, которая делает молоко, искусственное. И я неплохо, как мне кажется, знаю их продукт, я знаю, какое количество спроса у них, какое качество продукта, я знаю, как они завоевывают просто сейчас рынок, отношение, в принципе, потребителя к продукту. И я смотрю за другими компаниями и слежу за традиционными, допустим, да, или вот какие есть производители. Вот эта компания, с моей точки зрения, может иметь потенциал, потому что, в принципе, индустрия очень сильно меняется с точки зрения потребления и привычек потребления к чему-то все более растительному и зеленому. Вот это одна из таких компаний, которые вот очень так агрессивно захватывают этот рынок. И я думаю, это будет интересно. В IPO Beyond Meat не участвовали? Нет, это хороший тоже пример. Я так слежу за этой компанией, за тем, что они делают, какую долю рынка они также забирают. Им есть над чем работать, но компания интересная. И это просто тренд. Это нужно понимать, что вот есть, условно говоря, марихуана или там каннабис. Вот такой тренд. Когда мы говорим вот про такое, что-то веганское, зеленое, это вот совершенно другого качества тренд, который, вот за которым имеет смысл следить, и он имеет такой потенциал доходности для инвестора. А если мы говорим непосредственно об инвесткомпании ALG Capital, инвестируется ли, и есть ли в портфеле доля в IPO? Или этот инструмент для клиентов не рассматривается? Нет, там инструменты в большей степени это такие value-компании, как, допустим, больше такие, как, допустим, Apple, хотя она больше growth, а не value. И это консервативные инструменты, как облигации, допустим, или американских трежерис, либо какие-то AAA-компании. И, там, другая стратегия, она более сбалансированная и консервативная. То есть, для себя вы рассматриваете более рисковую стратегию, насколько я понимаю, и можете рассмотреть раз. Да, абсолютно, абсолютно, абсолютно. А тогда другой вопрос, связанный с этим. Поскольку мы получили доступ к IPO, да, здесь я понимаю, о чем вы говорите, о рисковости, о неподготовленности, но, безусловно, когда инвесторы видят эти проценты, или даже когда я вижу эти проценты, несмотря на то, что, несмотря на то, что возле сейчас буквально моего ноутбука книга «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма, которую я перечитываю периодически, она у меня вся в закладках. Тем не менее, участвуем в IPO и столкнулись с тем, что невысокая локация по каким-то интересным компаниям, рынок действительно присутствует ажиотаж, разбирают почти все, и в связи с этим было обращено внимание на так называемые Special Purpose Acquisition Companies, да, или SPAC, как их называют, что-то якобы аналога IPO, которые тоже расцвели как грибы буквально в конце 2020 и в начале 2021 года, и здесь, конечно же, в том числе многие SPAC от Chamaata Palichapiti, да, который выводил Virgin Galactic таким способом, и те, кто не получает доступ к IPO либо получает очень маленькую локацию, пересмотрели свои взгляды на этот инструмент, который, как по мне кажется, архи непонятным и сложным. Ваше отношение к так называемым SPAC-компаниям? Я бы сказал так, SPAC по большому счету это просто raising capital. Компании поднимают капитал для того, чтобы использовать его для развития бизнеса. И какая разница, как он этот капитал поднимается, мы, есть определенные критерии того, каким образом мы оцениваем, что если компания, которая идет через слияние, через SPAC с каким-то фондом, например, важно, чтобы они файлили все те же документы, которые они файлят в обязательном порядке, и мы, как инвесторы, имели возможность проверять это и знать все, что там происходит. Важно понимать, опять-таки, бизнес, например, сейчас вот вышел через SPAC, по-моему, на прошлом деле, Lucid Motors. Мы примерно понимаем, какая у них технология, мы знаем, что они делают, и они вышли таким образом и пытаются привлечь капитал для того, чтобы мы знаем их цели, что они хотят сделать. Если бы это было традиционное IPO либо через SPAC, как для инвестора, я в любом случае должен использовать одинаковые критерии оценки, интересно мне это или не интересно. Другой вопрос, что через SPAC может быть, скажем так, ну не то, что злоупотребление, но, скажем так, какие-то, ну, как поднятие капитала, когда это как бы проще сделали, а меньше раскрыли информации, и инвестор знает меньше, и принял неправильное решение, но это то же самое может быть, наверное, и через IPO также. Вопрос уже здесь, вопрос просто к инвестору, он должен понимать, что это такое, и на тот же, допустим, Virgin Galactic, про который вы сказали, у Шамата есть определенная репутация тех проектов, которые он делает, как он их делает, какой его фокус, какая его философия, мы смотрим его, как годовые письма, которые он пишет акционерам, и мы понимаем его философию, и успешные, и неуспешные проекты в том числе. Поэтому, когда он делает Virgin Galactic это, ну, я как думаю, мы понимаем всегда риски, которые существуют, и какие возможности существуют, и мы принимаем решения. Поэтому так, если подытожить, я бы сказал, что без разницы, какой будет вариант этого Raising Capital, главное, чтобы мы понимали, что за этим стоит, и имели больше информации. То есть, в принципе, для себя такой инструмент допускаете? Абсолютно, да. А инвестировали ли в какой-либо из спаков? Нет, нет. А ранее упомянутый вами Lucid, и вот как раз Churchill Capital, если я не ошибаюсь, с которой объявили об этом слиянии. Сейчас, учитывая, что, насколько я понимаю, правда, мы к этому еще вернемся, значительную долю компании Tesla в вашем портфеле не рассматриваете ли вы Lucid Motors как конкурента, и возможно, тоже интересную бумагу в будущем, чтобы пополнить свой личный портфель? На данный момент точно нет, и вот это как раз вот пример того, что я слежу, смотрю, я пытаюсь как раз разбираться, что такое Lucid Motors, какая у них технология, какие планы, кто их руководитель, какая его философия как управленца и визионера. Сравниваю со всем остальным и принимаю решение не участвовать в этом не потому, что это через SPAC идет, а или через IPO, а именно по фундаментальным причинам. На сегодняшний момент есть такие тоже управленцы фондов, как например Кэти Ууд, которая предлагает уже как бы сборный портфель уже готовых, по ее мнению, топ-компаний в сфере инноватики или там роботехники или другого актуального технологического направления, где в том числе по многим фондам первое место занимает как раз Tesla, Square, о котором вы тоже много раз говорили. Стоит ли все-таки нам как частным инвесторам, инвесторы, которые не обладают существенным капиталом, возможно не обладают существенными знаниями, каким-то бэкграундом в этой отрасли, обращать внимание опять-таки на индивидуальные, на акции индивидуальных компаний, либо можно обратить внимание опять-таки уже на пакет из, ну назовем так, топ-гроусс-компанис и возможно обратить внимание на какой-то из активно управляемых биржевых фондов от Арк Инвест и Кэти Вуд, которые опять-таки сегодня на слуху у всех. Вот здесь необходимо учитывать, что почему Кэти Вуд делает вот эти портфели такие и как она это делает. Вот когда есть особенно понимание такое, как она это делает и есть возможность сравнить, как она это делает по сравнению с тем, как индивидуальный инвестор это делал бы, то я бы сказал, что наверное она это делает более качественно, потому что у нее есть профильные аналитики в соответствующей индустрии узкой, как допустим биотехнологии либо батареи, программное обеспечение, криптовалюта, робототехника там и так далее и учитывая то, что они принимают такие инвестиционные решения вот исходя из фундаментальных знаний внутри какой-то индустрии или технологии, наверное это будет более качественно по сравнению с тем, что когда инвестор особенно ритейл инвестор смотрит больше может быть на какие-то показатели уровень долга или еще чего-то и по этой причине наверное был бы такой сборный портфель для инвесторов в широком смысле он был бы более выгодный, менее рискованный и даже наверное более доходный. Опять-таки читаем много литературы и каждый раз когда возникает вот выбор на что же посмотреть все-таки на компанию у которой возможно очень прогрессивное и перспективное будущее но пока иногда у этих компаний даже не может быть готовы продукта если нет готова продукта нет его реализации значит еще нет выручки но есть какая-то супер технология либо есть какой-то оксакал по типу не знаю джонсон и джонсон или та же кока-кола компания вечная компания платит десятки лет дивиденды и десятки лет эти дивиденды увеличивает и многие в том числе авторы или инвесторы говорят о том что как раз держит пульс именно на таких вот дивидендных уже стоимостных бумагах которые стабильно пусть и не сильно растут но там как правило ежеквартально платят какой-то пусть и умеренный дивиденд но на эти дивиденды покупая новые бумаги получая новые бумаги получая больше дивидендов больше дивидендов покупая новые бумаги это и есть как бы путь через сложный процент вот к этому подлинному капиталу опять-таки ваша точка зрения Что лучше, вот сейчас купить неплохую бумагу, возможно, из списка так называемых голубых фишек и уже сразу получать какой-то дивиденд и, в принципе, ощутимую какую-то копейку на свой брокерский счет или growth это все-таки то, что в оконцовке должно принести большую доходность, например, на более длинной дистанции, если компания, конечно, оправдает надежды инвестора? Здесь все достаточно просто и стандартно. Это обычно выбирается портфель, исходя из того, сколько инвестору лет, семья есть или нет, дети, какой доход и есть ли там цели, связанные с образованием, либо с пенсией. Либо вот есть абсолютный вот такой вот перечень факторов, который говорит о том, что нужно, окей, исходя из этого, каких-то параметров у тебя должно быть, например, 30% mutual funds, часть ETF, облигации, акции. Если это более молодой человек, который работает, нет семьи и ему, допустим, 23-24 года он вышел после университета, это вот один фокус. Если это люди, которым уже, скажем, там за 40, за 50, это совершенно другой будет подход. Поэтому обычно вот американские брокеры предлагают такой сервис, когда ты просто вбиваешь эти параметры и ты получаешь прям перечень ценных бумаг, либо ETF, либо mutual funds, которые ты можешь выбирать. Ну, по крайней мере, это уже у тебя четкая инвестиционная рекомендация, что ты можешь сделать. Поэтому это, ну, поэтому это, скажем так, кому-то так, кому-то по-другому. Такой тогда вопрос уточнения. Могу сказать, что в рамках вот нашего проекта или нашего YouTube-канала, безусловно, как бы пафосно ни звучало, главная цель это, например, миллион в капитале спустя 7 лет, если мы будем делать раз, два, три то, что описано в книгах. Повторюсь, безусловно, фондовый рынок сегодня занимает существенную долю в этом портфеле, но этот фондовый рынок, он действительно достаточно разнообразен. Это и те же дивиденды бумаги, это и те же все-таки акции роста, это уже и IPO, это все-таки даже что-то как SPAC. И даже мы обратили внимание на одну из статей, которую тоже прочитал в интернете, на эксперимент сотрудников The Wall Street Journal еще в 80-х годах, которые решили подтвердить, либо решили поэкспериментировать, что если просто бросать дротики в котировочную доску, куда попадает дротик, ту бумагу и покупаем. Ну и на дистанции кто лучше, профессиональные хедж-фонды, управленцы, либо просто слепой выбор бумаг, чьи результаты будут на дистанции более выгоднее. И на самом деле, если не ошибаюсь, 10 лет длился эксперимент и из 100, грубо говоря, таких мини-экспериментов в 39 случаях дротики оказались более эффективными, чем, например, профессиональные управленцы. Ну и в 61 случае все-таки профессиональные управленцы превысили доходность. Я к тому, что мы, как тоже экспериментаторы, решили попробовать для себя что-то подобное. Возможно, у нас есть портфель, который мы стараемся анализировать, это все идет по форме 10К, мы оцениваем бизнес-процесс, мы читаем вот эти полотна отчетов, пытаемся разобрать сегменты бюджета наполнения компании, кто конкуренты, сравниваем отрасли, проходимся по мультипликаторам. То есть стараемся как бы более качественно и разумно отнестись к наполнению инвестпортфеля. Вместе с этим мы в том числе выбираем части экспериментального портфеля, наполняем вот таким вот слепым выбором. И да, это правда бумаги только из S&P 500, потому что на дистанции мы не хотим все равно потерять в то, во что инвестируем, и пусть это останутся хотя бы неплохие бумаги. Ну и пока эксперименту всего 7 месяцев, но доходность где-то даже может быть лучше, чем те бумаги, которые тщательно и кропотливо отбираем мы. Как вы думаете, все-таки, вот такая долгая прелюдия, частный инвестор способен более качественно и грамотно отобрать бумаги, либо ему следует действовать по парадигме, что он может купить ETF на тот же S&P 500, в который мы метаем, только чтобы не метать, просто брать, покупать долгую дистанцию, и выйти на нашу желаемую и хорошую доходность в валюте? Ну, если коротко ответить, то и в общем, и в среднем, без учета какой-то специфики конкретного инвестора, конечно, ETF. ETF – это будет лучший выбор. Другой вопрос, что есть, когда мы говорим, в принципе, о возможности, которые существуют, и вот то, о чем вы сейчас сказали, то необходимо здесь вот учитывать, что сейчас экономика, индустрии очень многие находятся вот в таком взрывном росте, переходе, изменении, и там есть просто очень много возможностей, поэтому потенциальный доход, он может быть тоже очень большой, и когда мы смотрим так фундаментально, оцениваем какие-то вещи, или, допустим, смотрим на таких компаний, как McDonald's, либо Johnson & Johnson, мы понимаем, что они не могут вырасти таким образом и обеспечить такой доход, который могут обеспечить компании, которые, скажем так, вообще не существует, допустим, еще индустрии, либо она в каком-то старом виде, а эта компания сейчас будет абсолютный лидер, и фактически превратится из, например, 30 миллиардов по выручке, она может иметь 600-700 миллиардов выручки и быть первой, то есть самая крупная в мире компания по выручке, Walmart, 550 миллиардов, и мы понимаем, почему, а если есть компании, ну, точнее, не есть, а не есть компании, которые имеют вот этот потенциал, мы понимаем этот тренд, и мы действительно понимаем, что меняется что-то таким образом, как мы даже себе представить не можем, в силу каких-то причин, это просто такая возможность, и здесь не важно, что у нее, может быть, у этой компании еще убытки, но если мы понимаем вот ее технологию и эффект, и мы анализируем, допустим, что думают ученые по поводу этой технологии, есть ли финансирование и инвестиции, и как они это масштабируют, и как это вообще развивается, вот очень многие нобелевские лауреаты в свое время очень плохо отзывались о будущем интернета, и негативно к этому относились, мы знаем, вот что такое сейчас интернет, вот такие же вещи сейчас происходят в нескольких индустриях, и, соответственно, это просто возможность для любого инвестора, кто вот тот же ARK Invest, они говорят о том, что либо вы по ту, либо по эту сторону этих изменений, вы либо это принимаете, если остаетесь вот там вот в том прошлом и будете зарабатывать, я не знаю, там 2% в год, такой, ну, скромный на самом деле, тоже это рост, не падение, либо вы просто какие-то принимаете сторону революционных изменений, потому что, ну, это просто, наверное, неразумно, когда есть возможность, допустим, дезраптить что-то, когда на смену чему-то неэффективному приходит радикально эффективное, то всегда имеет смысл, наверное, на это обратить внимание и, возможно, даже как-то поучаствовать. Вопрос тогда по такому инструменту, к которому пока непонятно, как отнестись, но многие инвесторы уже начинают его потихоньку докупать, чтобы, возможно, не упустить тоже вот это будущее, которое якобы уже наступило в плане цифровых платежей, либо цифровых денег, и в том числе криптовалюты, которая в том числе купила Tesla на 1,5 миллиарда. Как вы относитесь к этому инвестиционному инструменту? Можно ли его считать уже сегодня активом? И можно ли его считать таким, который уже достоин занять какую-то долю в инвестпортфеле рядового инвестора? Что касается криптовалюты, то я думаю, что вот у нас вообще глобально, за исключением некоторых случаев, нет еще понимания, осознания вот той роли, которой она может играть. И в большей степени люди покупают, инвесторы ее, потому что это вот больше хайп и какие-то эмоциональные причины для ее покупки. А фундаментальные причины у криптовалюты, или в частности биткоина, могут лежать в области того, что это может быть просто альтернативный актив, который может использоваться как средство платежа, это может быть альтернатива золота, и которая может позволить делать какие-то сделки безопасно, быстро, надежно. И это просто альтернатива. Идет постепенное принятие этого, будет это так или не будет. Это вот я говорю, я бы, наверное, тоже это сравнивал, вот когда только интернет появлялся, очень многие просто не понимали, и вот с учетом вот тех метрик, оценки, которые были, это не укладывалось никому в голову. Вот мне кажется, это может быть похоже на это, и вот я бы сказал так, что необходимо просто, чтобы прошло какое-то время для того, чтобы было больше информации, и это будет больше возможностей для понимания сознания. Можно много говорить о том, что уже многие инвестбанки говорят о том, что какая-то часть портфеля должна быть в биткоине, и мы видим, что уже многие компании, или сейчас вот тот период, когда многие институциональные инвесторы на это будут обращать внимание, и даже, наверное, часть активов переводить в биткоин, это все, скажем так, это вот тенденции, либо уже факты, которые мы видим и наблюдаем. Мы можем только это вот смотреть, анализировать, и оценивать, наверное, по-разному, но здесь принципиально важно то, что когда мы покупаем, допустим, биткоин, то мы должны всегда понимать, почему мы это делаем. То ли потому, что хайк все на этом заработали много процентов, и поэтому мы это делаем, либо мы к этому относимся фундаментально, понимаем, что мы знаем, и понимаем, в том числе, что мы не знаем, и вот в отношении того, что мы не знаем, мы осознаем этот риск и учитываем его, принимая решения. Поэтому я думаю, что у него много плюсов, у биткоина, допустим, но я бы сказал, что пока недостаточно, пока еще слишком все рано, еще не зрело, чтобы мы начали его использовать и относиться как к такой альтернативному активу, и который действительно по капитализации имеет потенциал, имеет, наверное, это может сильно отличаться от того, что сейчас. Тогда вновь-таки уточняю, инвестирует ли Вячеслав Голик в криптовалюту? Держит ли в своем портфеле? Нет, нет. Пока не принимаете для себя? Нет, нет. Я пока наблюдаю, я смотрю, я пытаюсь осознать, вот здесь слишком много у меня вопросов, неизвестностей, а особенно когда есть возможность, все-таки когда мы говорим про инвестиции, мы исходим из того, что надо всем заработать денег. Это принципиально и важно. И мы всегда понимаем, если я покупаю какую-то акцию, я всегда исхожу из того, что окей, почему я другую не купил, а купил именно эту. То же самое, если у меня есть капитал, который я готов сейчас потратить, есть альтернативы в биткоин, либо какая-то акция, где я знаю, что высока вероятность дохода, я лучше выберу там, где я заработаю и приму решение на основе вот большей информации, большей предсказуемости. Или мы можем резюмировать, что вы инвестируете в биткоин через Теслу. Тесла же владеет биткоином. Конечно. Если вы владеете акциями Теслы. Так же как и Square. То есть в принципе, опосредованно, так сказать, через за угол, все-таки вы являетесь отчасти инвестором. Тогда подрезюмирую ваш портфель. IPO пока нет, SPAC нет, биткоина нет. Я просто называю какие-то хайповые в текущем времени инструменты. Ваш портфель личный, он состоит из столько ценных бумаг? Да. Плюс опционы. Плюс опционы. Из этих ценных бумаг это только акции и опционы или облигационная составляющая вашего личного портфеля тоже есть? Нет. Облигации нет вообще, потому что доходность, которая есть там, она несопоставима с тем, что можно получить на рынке акции. Поэтому я покупал примерно в 2014-2015 году. Я покупаю с того периода акции, допустим, Google или Amazon или той же Теслы. Я готов это держать и 20, и 30 лет и инвестировать именно в компании такого качества и использовать опционные страницы, стратегии для того, чтобы получать дополнительную доходность. Наблюдая за вами, за вашим непосредственно YouTube-каналом, за вашими выводами и подходами, действительно, в плане анализа много чего для себя подчеркнул. Это в том числе даже мое личное отношение к коэффициенту P&E либо P&E Ratio. Как к нему стоит относиться, как стоит относиться, если я вижу действительно там тысячные показатели, потому что в целом, исходя из книг, в принципе, того же Бенджамина Грэмма, когда видел, что он описывает вот такую ситуацию, это однозначно нет. Это бегите и как бы не рассматривайте. Ну, если я правильно все-таки между строк понял то, о чем он говорит. В том числе, долгое время, когда вокруг все говорили про ту же компанию Tesla, для себя не рассматривал, исходя вот из таких параметров. Правда, когда ее начали уже включать в S&P 500 и слухи набирали обороты в оконцовке включили, по-другому пересмотрел. Но вы правы, как инвестор в Украине, черпая информацию с разных источников, с разных YouTube-каналов, в том числе отечественных, прислушиваясь, как мне кажется, к более опытным инвесторам и опять-таки увидел, что вы тоже апеллируете одному из тоже наших известных людей, Андрею Анистратов и его канал Бегущий Банкир. Он тоже ведет свой такой небольшой инвестор-обзор и шоу, где он очень резко высказывался по поводу Теслы, к чему, но после вас я просто по-другому начал, я как бы слушал, что говорит он и вот где-то, в том числе и отголоски вашего видео. На сегодняшний момент, когда мы оцениваем даже ту же компанию Tesla, либо любую другую, когда мы смотрим о том, что компания стоит действительно очень дорого, даже после сплита стоит нереальных денег, сегодня по этим ценам стоит ли рассматривать эту бумагу в своем портфеле и на как долго ее можно держать? Ну, давайте я вам попробую на это ответить таким образом, что не имеет значения, мы покупаем акции Starbucks либо McDonald's. Мы всегда должны понимать, вот McDonald's покупаем почему? Потому что они делают такой продукт, который весь мир ест и потребление только растет, и люди получают от этого удовольствие, и нет ни одной альтернативой в мире. Ну, их много есть, но такого масштаба его нет. Вот то же самое можно сказать про кофе Starbucks. Ну, я понимаю, есть отдельные кофейни, которые делают все намного лучше, но если брать так вот масштабно, они лучшие. Когда мы говорим про Tesla, то у Tesla лучший просто продукт. Нет, если вот вспоминать Андрея Анистрата и вот то, о чем он, допустим, говорит, и он не уникален в этом плане, очень многие говорят о том, что это пузырь, это очень дорого и так далее, и так далее. Но когда мы говорим пузырь это или не пузырь, мы никогда не думаем о том, что мы должны быть физиками, биологами, специалистами, учеными по материалам для того, чтобы просто понять, а что такое делают уникального, почему Tesla так дорого стоит. Только из-за того, что Илон Маск такой известный маркетолог, и это очень просто объяснить, наверное, традиционные метрики используя, поэтому, наверное, это стоит дорого. Но если мы будем говорить о том, что давайте посмотрим на физику, давайте мы будем привлекать сейчас именно инженеров, конструкторов, как Сэнди Мунро, например, который работал в Форде и который разбирал всю Tesla и показывал, как она делается, сравнивало ее с другими компаниями. То есть мы же ведь не специалисты, мы же автомобили сами никогда не строили, либо батареи никогда не создавали, программное обеспечение не писали такого уровня. Что означает 30 миллиардов миль намотанных тестов? Что это означает? Это имеет какое-то значение для оценки бизнеса или не имеет? А имеет ли значение, что весь 20 век технология батарей стояла на месте, пока не вмешалась Tesla и ее радикально не изменила? Вот и просто по-другому устройство сделали. Вот это имеет значение или не имеет значения? Имеет ли значение, когда в свое время изобрели лампу, электричество, и это имело какое-то значение? Имело ли значение, когда изобрели правовой двигатель или начали строить, допустим, железные дороги, чтобы всю Америку связать и развитие индустриальное, это теперь единственная экономическая сфера держава? Вот имеет ли смысл вообще учитывать такие факторы, где мы не являемся специалистами, либо имеет смысл просто, я не хочу в этом разбираться, потому что я не специалист, мне важно сказать о том, что ну вот какой-то комик, либо такой эмоциональный персонаж, который хайпит и такая капитализация связана с тем, что мне легко и просто объяснить. Но если я сейчас возьму того же Андрея Анирстрата и просто поделюсь с ним материалами, либо чтобы он послушал одного физика-инженера, другого, если ему потратить пример, он вообще должен знать, что такое законы Ньютона, что такое вообще наука о материалах, какая роль SpaceX и материалов, материаловедения, которые есть в проектах, которые он использует для запуска ракет, как это сыграло роль на Тесле, на том, чтобы сделать эту конструкцию вообще по-другому. Вот это требует просто того, что нужно тогда открывать учебники и физики, и по материаловедению. Это просто тяжело и сложно, не каждый может или потратить на это время, либо даже он не будет подготовлен, и нужно какие-то специальные знания. Вот с моей точки зрения, когда ты, скажем так, когда я это анализирую, я же тоже не физик, но я, поэтому, если я не физик, значит, я должен привлечь физиков, либо послушать инженеров, которые будут конкретно по Тесле и по тому, что они делают в сравнении с другим, высказывать свое мнение. Когда ты это понимаешь, то это тебе дает больше информации для того, чтобы оценивать что-то с учетом вот той информации, которой не владеет человек, который не хочет на это даже внимания обращать. И уже возвращаясь к тому, что вот это пузырит или не пузырь, дорого или недорого, мы просто не можем, мы не можем даже спорить об этом, потому что сторона этого не знает. Если вот мы знаем одни и те же факты, то мы можем говорить и оценивать, как мы относимся к этому. Но прежде, чем какой-то разговор здесь мог бы быть, необходимо, чтобы другая сторона была ознакомлена с этим, а после мы можем тогда уже как-то предметно обсуждать. Принял. Я лишь могу посоветовать, например, нашим зрителям, у вас прекрасные обзоры по Тесле на канале, очень развернуто с презентациями, поэтому я их пересматривал несколько раз, сам пытался проводить какой-то свой ресерч, поэтому, чтобы сильно не заостряться на внимание на конкретно этой бумаге, буду рекомендовать просто нашим подписчикам пересмотреть, и мы обязательно оставим в описании под выпуском ссылки непосредственно на эти видеоматериалы. Но у меня связанный, по крайней мере, все-таки с Теслой другой будет вопрос. Поправьте меня, если я ошибаюсь, вы с 2014 года владеете этой бумагой. Все правильно. Вот вы ее, могу представить, покупали очень дешево по отношению к текущей цене, до сплита, то есть за этот период времени, уже сколько, 7 лет получается почти, могу предположить, что это безумная доходность, наверное, даже биткоин где-то может позавидовать. Вам, как инвестору, который уже 7 лет держит бумагу, бумагу, которая показала такой хороший результат, как вы принимаете решение, когда вы будете фиксировать этот финансовый результат? Ведь пока это только бумажная прибыль, она грандиозная, если сейчас зафиксировать в моменте, но тем не менее, как вы для себя определяете, что вы будете держать ее дальше, или все-таки будете частично ее как-то продавать и, возможно, вырученные средства направлять на другие, опять-таки, перспективно такие же будущие Теслы, но только в других, например, отраслях. Я все правильно, все так, но я ее продолжаю докупать, поэтому если Тесла сейчас упадет, допустим, до 500 долларов, либо она сейчас 600, это для меня это возможность всегда покупать ее, продолжать дальше. Я отвечаю уже на ваш вопрос, когда бы я уже готов зафиксировать бы эту прибыль, то, возможно, вообще никогда, потому что есть точка 2030 год, потому что Тесла только произвела 500 тысяч автомобилей в этом году, мощности строит, это Техас, это Берлин, это они сейчас купили большой участок снова в Китае для того, чтобы увеличивать мощность титан. Учитывая, что порядка 85 миллионов машин, новых машин продается в мире, то Тесла к 2030 году может иметь порядка 20 миллионов машин, хотя на данный момент и Тойота, допустим, и Польсваген, они продают порядка 10-11 миллионов в год. Вот Тесла имеет потенциал того, что она будет продавать только этот бизнес будет относиться только к автомобилям. Я сейчас не говорю про райдшеринг, я не говорю про страхование, про подписку по full self-driving. Есть очень много других направлений, которые компания также уже предлагает либо находится в процессе того, чтобы выводить это на рынок. Я не говорю вообще о том, что Тесла, мы говорим, когда про Теслу, мы говорим, что это автомобили в первую очередь, но Илон Маск говорит о том, что направление, связанное со сториджами, с utilities, по масштаду будет превосходить даже размер автомобилей. И капитализация, которая может быть, это совершенно другое по сравнению с тем, что есть сейчас. Соответственно, у меня есть, поскольку я так стараюсь глубоко следить и понимать планы и вот как они реализуют эти планы, вот 30-й год, это когда точка, но можно посмотреть, вот к чему они выйдут по сравнению с тем, что они сейчас планируют. А после 30-го года это может быть, можно просто продолжать держать эту бумагу, может быть, она уже достигнет какой-то, ну, компания достигнет какого-то уровня зрелости и там уже можно будет принимать решение, там частично или как-то, может быть, фиксировать что-то либо продолжать держать. По другим компаниям, которые наполняют ваш портфель, но которые еще, например, не имеют продуктов, знаю, что вы, ну, не знаю, насколько активно, но держите в портфеле в том числе представители биотехнологического сегмента, который непосредственно, да, вот в генной инженерии на этапе, ну, насколько я не могу сказать, что глубоко поверхность посмотрел, скажем, на этапе некого прорыва, да, чтобы на уровне прямо вмешательства в гены можно было лечить разного рода заболевания. Но все-таки биотехнологический сегмент, ведь каждый этап испытаний, да, это однозначно успех, но где-то они могут дойти до следующего испытания и упереться в то, что все, что делалось до этого, это оказалось ложным, или, например, они не получат в оконцовке одобрения, ну, того же Минздрава. Как вот в этой части регулировать свой портфель касательно вот наполнения такими рисковыми активами? Какую долю такие инструменты, возможно, перспективные, но рисковые, должны наполнять портфель? На какой размер? Это какой, какая доля в портфеле? Вещь индивидуальная, и, ну, у меня это, ну, это небольшая часть портфеля, но она очень большая с точки зрения вот абсолютной суммы. Здесь нужно понимать, что, когда мы говорим про биотех и компании, вот, которые вы имеете в виду, то важно понимать, что они до сих пор убыточные, они находятся в процессе исследований, и, ну, принципиально здесь то, что таких компаний, на самом деле, очень много, их, наверное, ну, десятки точно компаний, небольшие компании с капитализацией от 3 до 10 миллиардов долларов, которые находят и имеют какие-то технологии, и, соответственно, предлагают какие-то варианты решения каких-то проблем. Вот компании, которые занимаются технологией CRISPR-Cas9, здесь опять, так же, как и с Теслой, нужно вот понимать, что за технология, какое значение эта технология будет иметь вообще глобально или не будет. И для этого опять нужно обращаться к биологам, биотехнологам, а желательно к тому, кто проводит непосредственно клинические испытания и может подтвердить или опровергнуть, либо сказать, я не знаю, это возможно или невозможно. какое значение и вот этот импект будет иметь эта технология. Вот когда ты обращаешься и вот то, что говорят именно биотехнологи в отношении этой технологии, то они подтверждают, что воздействие будет иметь колоссальное. в качестве примера, просто может быть кто-то, если не знает, CRISPR-Cas9, допустим, человек, когда имеет какие-то моногенетические заболевания, например, не видит человек, можно редактировать ген и человек может видеть. Есть возможность, когда, допустим, есть много онкологических заболеваний, рака, когда иммунитет не позволяет бороться с раковыми клетками. Используется традиционная химиотерапия, которая травит в организме все, в том числе и здоровые и раковые клетки. Вот технология CAR-T Cell-терапия, это когда берутся иммунные клетки из организма человека, экс-виво редактируется таким образом, что когда их обратно помещают в организм, он уничтожает только именно болезни, ну, раковые клетки. Когда мы говорим о том, хорошо, технология интересная, действительно имеет значение, сколько денег принесет этой технологии компаниям, которые зарабатывают. Может быть, 5 миллиардов долларов дохода в год, а, допустим, у компании Pfizer, у них 50 миллиардов дохода, и она оценивается с определенной капитализацией. Может быть, это, да, имеет смысл, но это будет иметь какое-то ограниченное с точки зрения именно дохода значение, поэтому, ну, вырастет там в три раза, может быть, за 10 лет, но альтернатив на рынке очень много. Вот, когда мы это пытаемся оценить таким образом, мы видим, что технология имеет потенциал порядка 100 миллиардов долларов в год в виде дохода, потому что те направления и терапии, где они нацелены, где они сейчас проходят испытания, вот они имеют этот потенциал дохода в год, и, соответственно, мы видим, что если у них 100 миллиардов ревеню, в два раза больше, чем у Pfizer, а сейчас это оценивается в 5 миллиардов и компания, в принципе, убыточная, то, может быть, имеет смысл на такое обратить, потому что есть, допустим, компании типа G1 Therapeutics или, не знаю, ну, много таких небольших компаний, у которых тоже есть, или BLCM, допустим, в фармаке, я их тоже привожу в качестве примера часто, у них тоже технологии против онкологических проблем, есть, допустим, компания, которая предлагает какое-то решение, есть определенное количество заболевших каждый год, и мы можем оценивать, кто уже на рынке предлагает какие-то варианты лечения, если кто-то принес что-то новое на рынок, мы можем сказать, ну, окей, из 3 миллиардов долларов по доходу вы можете занять, допустим, 3 или 4 процента, и мы можем оценить ваш доход, дисконтировать, определить справедливую стоимость. Вот, когда мы говорим про эти компании и вот то количество препаратов и какой потенциал может быть, то он, вот по сравнению с какими-то такими мелкими, он имеет совершенно другой масштаб, и для инвестора это, ну, это просто может быть интересно. Здесь просто нужно понимать, что это не хайп, это не то, что, допустим, оно сейчас вырастет в 10 раз через год, оно, этот потенциал, он, скажем так, может быть в течение следующих там 5 или даже 10 лет, но это, скажем, то направление, на которое имело бы смысл просто обратить внимание. Тогда, если мы говорим о рядовом инвесторе, инвесторе, например, с бывшей страны Советского Союза, у которого, ну, да, есть доступ к отчетам, которые размещаются на сайте SEC, он может открыть форму 10к, как минимум, прочитать вот все, что касается бизнеса, бизнес-процессов, но для того, чтобы настолько глубинно погрузиться в изучение специфики того или иного бизнеса, если нет доступа непосредственно, например, к биотехнологам, либо к инженерам, либо к физикам, которые могут объяснить, либо показать, в чем преимущество одной технологии перед другой, в чем новшество перед устаревшим уже. Как розничному инвестору здесь сориентироваться в плане информационного поля, на что тогда лучше стоит обратить внимание. Либо опять-таки, все-таки для розничного небольшого инвестора, который не обладает большим капиталом, это опять-таки какой-то фонд, например, на те же биотехнологические компании, ну где, возможно, там их 50 штук, и как минимум есть большая вероятность, что в оконцовке данная инвестиция окажется более успешная. Ну, в целом, если отвечать, то вот вариант CTF, где будут все эти компании, а второй вариант, это именно почему я часто говорю о том, что не русский язык, а именно английский язык, он для инвестора крайне важен, потому что, допустим, вот я уже название, это Сэнди Мудро, можно прогуглить, кто это такой, посмотреть его видеоролики на YouTube, где он разбирает разные компании, разные технологии, таких людей очень много, их можно смотреть, проверять, есть большой комьюнити, которая, допустим, биотехнологов, но очень многие есть ученые, которые также онлайн что-то делают, разбирают, не как инвестор, а именно как, ну, как, допустим, вот ВАЗ канал, вы рассматриваете вот все, что связано с вашей тематикой и делаете настолько глубоко, насколько вы в состоянии это делать, вот то же самое делают в соответствующих индустриях люди, поэтому английский язык, он позволяет получать эту информацию, но это все равно это для рядового человека, наверное, это будет сложно. Другой вопрос, что среди аудитории очень много, на самом деле, ребят и молодых, и талантливых, и я вот, допустим, в этой связи не люблю, вот когда говорят о том, что, а я уже 20 лет на рынке, поэтому слушайте меня, потому что я там 20 лет. Я считаю, что любой 2-3 года человек, который на рынке, но который обладает острым умом, он может очень глубоко узнать, осознать, изучить то, что 20-летний стаж какого-то специалиста, который даже работал в каком-то инвестбанке, это может быть другое качество аналитики, поэтому я это просто даже обращаюсь к тем, кто чувствует в себе вот этот такой пытливый острый ум, это интересно, это не просто смотреть на мультипликатор и думать, окей, дорого или недорого, поэтому я покупаю или не покупаю, ну, я бы на это обратил внимание. по крайней мере, я бы скажу так, ваши суждения вселяют надежду, потому что я, наверное, отчасти согласен, что, наверное, первоначально каждый может собрать информацию с разных источников, и здесь абсолютно с вами согласен, что, ну, наверное, в современном мире, если мы говорим, что мы тоже должны как-то успевать за всем, правильным будет выучить как минимум английский язык, потому что количество информации на английском языке в разы больше, и действительно, наверное, благодаря интернету эту информацию на английском языке можно черпать с многих источников, поэтому в этой части я, наверное, с вами соглашусь и скажу, что да, когда мы оцениваем, мы просто сразу смотрим на английском языке, потому что там больше информации, она более раскрыта, не всегда можно понять какие-то детали, но со временем эта рука набивается, и в принципе сейчас отчет по форме 10к, когда я уже там просмотрел большое количество, где-то можно даже смотреть по диагонали, либо уже для себя лично ты выделяешь ключевые блоки, которые тебе наиболее интересны. Принимаю. Можете ли вы поделиться, ну, предположим, топ-3, топ-5 бумаг в вашем портфеле? Это Tesla, это Apple, это Google, это Amazon, это Edit Sintelia, это CRISPR, я, ну, часто на самом деле эти компании называю, Square, есть еще позиции, у меня небольшой, у меня совсем небольшой портфель, у меня не больше 15 компаний, поэтому вот... Всего 15 компаний, я вам скажу, мы с нашим пытливым умом уже зашли, наверное, в сотню, скажу так, потому что вот этот вот первородный голод, узнать все и попробовать, его порой не утолить, боюсь, что может быть и хорошо, что недостаточно капитала, а так бы можно было распылиться на массу, а так и сдерживающий фактор и все-таки уже начинаем больше высматривать, либо, например, пополнять уже существующие позиции, но интересно, все-таки топ 4 или 5 это те же компании из S&P 500 глобально, это уже компании или Value, или Gross, если можно назвать, по сути, Apple даже уже дивидендная компания, ну вот Google, Amazon пока еще нет и Facebook, либо может быть опять-таки ETF QQQ от Invesco тоже можно рассмотреть и там в принципе с уклоном больше на технологический сегмент. Ну, можно, да, можно, но опять это все определяется, вот, хочу я диверсифицировать или нет, у меня, скажем так, я отношусь к диверсификации, ну, в своем конкретном случае, не то, что я противник ее, но в отношении самого себя, я считаю, что можно попытаться вот выбрать компании, которые принесут доходность больше по сравнению, диверсифицировать. Диверсифицировать нужно тому, кто вот не обладает полной информацией, либо есть какая-то неуверенность, или для кого вот фондовый рынок является ежедневной такой работой, и это хороший вариант для того, чтобы диверсифицировать риски. Какой следует для себя рассматривать начинающему инвестору горизонт инвестирования? Вот в промежутке времени сколько? Это 5, 7, 10 всю жизнь. Я в качестве примера скажу вот опять про 401 планы. Любой человек, который инвестирует, допустим, через IRA либо 401 план, он имеет возможность забрать этот капитал после того, когда ему будет 60 лет. Ну, 59,5 там без штрафов, а после 72 лет уже полностью без налогов. Вот этот тот горизонт, на который нужно просто ориентироваться. Любой человек, которому сейчас 25 или 30 лет, или 35, не имеет значения, когда мы покупаем акции, мы всегда, или, допустим, ETF, мы должны смотреть именно туда. Для нас это должен быть в первую очередь, как у нас, пока мы молодые, мы работаем, есть какой-то источник дохода, мы должны понимать, что не покупка квартир, сдача их в аренду, а именно то, что, скажем так, уже работает 100 лет, есть уже законодательная база, уже есть истории, самое главное, есть возможность проверить, что является правдой, что не является правдой. Вот когда есть такая альтернатива, как минимум на это надо обратить внимание, и горизонты должны быть вот 30-40 лет. Принял. То есть, в данном случае, как инвестициям все возрасты покорны, и главное, что этот возраст никогда, не причина, возраст не причина остановиться инвестировать. Это, по сути, некий такой способ или образ жизни. Все-таки, когда можно пользоваться уже вот этими инвестиционными свершениями и инвестиционными результатами? Вы имеете в виду пользоваться результатами доходностью, которые человек получил? Еще раз, когда мы говорим про горизонты 30-40 лет, мы должны понимать, вот наступит период, когда человек не будет в состоянии получать регулярный доход, как он получал, когда он был полон жизненных сил и энергии. И вот, соответственно, нужно думать о том периоде, когда человек будет ограничен в этом. Вот это принципиально, и этим нужно пользоваться. Это не означает, что нужно себе отказывать во всем и жить жизнь отшельника, это должен быть определенный какой-то баланс, и есть специальные, как есть профессии, вот этот, кто называется не финансовый консультант, а вот как пленнер, financial planners, они делают как раз вот, пытаются вот найти вот этот баланс и помочь его найти. Может быть, проблема отдельная, что нет большого количества людей, кто бы это помогал делать, и скажем так, вот очень много наоборот того, кто ориентирует на что-то другое, и это иногда вводит в заблуждение, приводит к каким-то ошибкам, но в этом и задача на самом деле брокеров и вообще вот сообщества финансового для того, чтобы не думать о том, чтобы накопить на пенсию за три года, либо какие-то вот есть вещи абсолютно, которые, ну, которых не бывает, которых не может быть. Надо фундаментально как бы людям помогать и образовывать, ну, и ориентировать вот на, именно на вот такие горизонты, потому что мы можем, когда мы ориентируем на такие 30-40 лет, это не означает, что не надо ничего продавать, можно как-то ребалансировать портфель. Обычно как это происходит? Допустим, человеку, например, 30 лет, он получает, допустим, 700 долларов в зарплату в месяц и он, допустим, каждый месяц инвестирует 100 долларов, когда ему 30 лет, вот портфель может быть такой, что больше он будет exposed или как, направлен на, допустим, mutual funds, которые имеют growth stocks, а меньшей степени на value, допустим, или совсем не будет бандов, а когда ему будет 40 лет, деньги остаются все там же, допустим, в портфеле, но доля какого-то mutual fund будет уменьшаться, а другого возрастать, но фактически на тот момент человек уже сформирует какой-то капитал и он посмотрит, как за 10 лет это изменилось, а вот следующие 10 лет оно, может быть, будет расти уже не так быстро, как предыдущие 10 лет, но они будут, скажем так, преследовать цель, чтобы человек, когда ему будет 60 или 70 лет, он имел возможность уже распоряжаться каким-то относительно крупным капиталом. Тогда один из последних вопросов. Многие, либо опять-таки, черпая информацию откуда только можно, слушая все, что можно, все говорят, что хорошо, удалось неплохо заработать, например, за предыдущие 10 лет, ну кто, когда вошел в рынок или там за последние два года, если в 18 году начал и сейчас вот все на пиках, все на таких хаях, все очень дорого, мы ждем обвала, целесообразно вывести или весь портфель перевести в кэш и потом дождаться обвала, 50-60 процентов и процентов и супер дисконтом, значит вернуть и прежние позиции, но только на те же, грубо говоря, деньги, но купить уже больше активов. Как вы относитесь к такой теории или здесь, возможно только потерять, никогда не угадать и лучше просто держать и пополнять? Рядовой человек никогда это не сделает. Ну, если сделает, то это будет скорее случайность, такая совсем случайность. Это очень сложно такое делать. В одном из ваших интервью мне понравилось изречение. Вы сказали, все равно, даже ваш выбор ценных бумаг, это можно отнести как educational guess. это тоже где-то угадывание или подбор, но основан на знаниях, по крайней мере, потому что все равно рынок или конкретный имитент глобально непредсказуем, но в абсолютном понимании любой форс-мажор может случиться. Но тем не менее, если мы смотрим или понимаем, по крайней мере, бизнес, который мы владеем, если мы можем отставить свою позицию, почему мы владеем, с пониманием, возможно, этой технологии будущего или прочего, вполне допустимое, даже не то, что допустимо, а правильно, это держать эту бумагу на горизонте многих лет, пополнять портфель, не выходить из фондового рынка, поскольку за ним содержится большая история того, что рано или поздно он все равно возвращается, ну или на крайний случай, если мы не самые скрупулезные инвесторы, мы можем опять-таки купить весь рынок. Но фондовый рынок, я так понимаю, это все равно must have сегодня для каждого инвестора. Ну да, примерно так. Вячеслав, я буду рекомендовать, повторюсь, нашим зрителям ваш YouTube-канал и считаю, что много полезной информации можно взять с точки зрения непосредственно подхода в оценке ценных бумаг. Возможно, многие пересмотрят свои позиции на какие-то бумаги, но однако мы все все равно говорим о деньгах, или о капитале, или о благосостоянии, ну в самом хорошем смысле этого слова, чтобы просто, наверное, достигать или жить достойно, скажем так. Поэтому я благодарен вам за то, что вы отчасти меня как молодого инвестора где-то, опять-таки, после таких разговоров и бесед удержали от, как вы говорите, продажи всего, уйти в кэш, дождаться, пока рынок вырастет еще на 100%, плюнуть на все, купить по супервысоким ценам, и как раз в этот момент он обвалится. И возможно, чтобы не гадать на кофейной гуще наше все, это активно зарабатывать, повышать свои профессиональные навыки, чтобы больше активным трудом накапливать и создавать такой капитал, в том числе с помощью фондовых активов. Да, спасибо за возможность, интересно было пообщаться, и интересные вопросы, поэтому спасибо, и будем на связи. Супер, спасибо большое, Вячеслав, что уделили нам время, я оставлю ссылку на ваш канал в описании, ну и, конечно, мы заканчиваем всегда одним словом, капитализируйтесь и вы, Вячеслав, и да будет с вами сила сложного процента. Спасибо, взаимно. До связи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok